Дежурная служба МЧС, чем могу помочь? У меня случился пожар. Где вы находитесь? Ваш адрес? Уберечь и защитить ребенка от всех непредвиденных случаев невозможно, а вот научить, как не растеряться в экстренной ситуации, не только можно, но и необходимо. С этой целью в рамках второго этапа акции в Центре внимания дети сотрудники МЧС проводят занятия в учреждениях образования Брещины. На Брещине проходит акция в Центре внимания дети, направленная на предупреждение детской гибели и травматизма, а также на привлечение внимания общественности к существующим проблемам. В рамках второго этапа акции тематические мероприятия проходят и в учреждениях образования. Так в школах работники МЧС подготовили для учащихся уроки безопасности. На этот раз основы безопасности напоминали ребятам из 24-й средней школы Бреста. С сотрудниками службы МЧС мы работаем на постоянной основе, круглогодично. Занятия проводятся в различных направлениях. Это как общая безопасность, это пожарная безопасность. И любая работа, которая проводится в этом направлении, она должна давать свои результаты. А результатом – это здоровье наших детей, это их безопасность. Как в учебное время, так и в каникулярный период. В простой доступной игровой форме учащимся рассказали, как не попасть в беду, как действовать при пожаре, вручили наглядную обучающую продукцию и продемонстрировали видеоматериалы. Мы сегодня узнали, куда звонить, если у тебя произошел пожар. Правила безопасности надо знать с самого детства, и это очень важно. Если сильный дым, надо взять мокрый платок, приложить его к носу и постараться выйти как можно быстрее. Если знать такие простые правила, они могут спасти человеку жизнь. К нам сегодня пришел в первый раз МЧС. И сегодня мы узнали очень много нового. Потому что родители нам не всегда могут рассказать такую информацию. И у детей этого не спросишь. В рамках профилактических мероприятий в учреждениях образования не останутся без внимания родители и педагоги. Сотрудники МЧС посетят родительские собрания, проведут инструктажи и разъяснительные беседы.